напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать в фильме ирония судьбы или с легким паром жене уверен что находится у себя дома и достает и показывает свой зеленый паспорт с пропиской надя тоже ему показывает свой зеленый паспорт а почему уже не наде зеленые паспорта они красные как у всех советских граждан а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео зелеными были дипломатические паспорта но жене и на день и дипломаты он врач она учитель фильм вышел в 1975 году паспорт у всех уже красный но снимался он до 75 года а до 1974 года советские граждане ходили с паспортами старого образца которые ввели в 1953 году в фильме мы как раз и видим паспорт старого образца то есть зрители смотрели фильм уже с новыми красными паспортами и чем старше становился фильм тем больше люди забывали о старых образцах 1953 года как в народе назывался этот автобус вахтовый автобус в народе вахтовка это автобус на базе грузового полноприводного шасси эксплуатируемый преимущественно в условиях бездорожья использовался для перевозки вахтовых смен строительных бригад и команд специального назначения преимущественно в сибири и на крайнем севере кто из этих актеров был первым мужем нины дорожной нина дорожная была замужем дважды в 1963 году она вышла замуж за олега далее но супруги не сошлись характерами и спустя несколько месяцев брак распался со вторым мужем владимиром тышковом мастером по свету в театре современник дорожина прожила 20 лет на каком языке читает газеты на стадионе сбежавшие из тюрьмы троица бандитов кинофильме джентльмены удачи в фильме показаны газеты которые читает на стадионе сбежавшие троица бандитов для того чтобы отвлечь от себя внимание все эти три издания которые держат в руках герои георгий вицына роднер муратова и савелия краморова на арабском языке вероятнее всего их нашли прямо в узбекистане где частично проходили съемки в одной из газет которую герой держит вверх ногами знатоки опознали египетскую алях бар влиятельное проправительственное издание страны как в ссср назывались временные трудовые коллективы из студентов всесоюзные студенческие строительные отряды сокращенно строй отряды это комсомольская всесоюзная программа для студентов формировавшие трудовые коллективы для добровольной работы в свободное от учебы время как правило на каникулах учащийся вузов и техникумов работали на комсомольских стройках или в колхозах какому пионеру герою посвящена известная повесть улица младшего сына улица младшего сына эта повесть льва к осилии макса полиновского о жизни и смерти юного партизана володя дубинина обыкновенный керченский мальчишка проявил образец героизма и мужества во время оккупации родного города авторы повести удостоились сталинской премии третьей степени зачем жорж милославский показывал пачку американских сигарет мальборо в фильме иван васильевич меняет профессию сцена в которой жулик жорж милославский танцует в руках с пачкой известных американских сигарет это не скрытая реклама о которой тогда и не думали а важная смысловая деталь фильма это символ зажиточного человека который понимает толк в хорошем табаке те сигареты что в руках у жоржа видимо произведены в сша или в какой-то европейской стране так как фильм снят в 1973 году в ссср они начали производиться в начале 1980-х и тоже были в страшном дефиците сколько стоила развесная бычковая селедка в 70-80-х годах селедка один из самых любимых продуктов советских людей в магазинах было представлено два варианта продукта бочковая стоила 1 рубль 30 копеек за килограмм а из жестяных банок 1 рубль 54 копейки какие папиросы курил кости из популярной песни шаланды полные кефали ланды полные кефали шаланды полные кефали песня написанная никиты богословским на слова владимира агатова для кинофильма леонида лукова два бойца где ее исполнил марк бернес во втором куплете поется в ответ открыв казбека пачку сказал ей кости с холодком какую советскую технику времен великой отечественной войны немцы называли призраком к в 1 советский тяжелый танк времен великой отечественной войны названный в честь маршала клима ворошилова снаряды стандартной противотанковой пушки вермахта не только не могли пробить броню танка но даже не оставляли вмятин на ней за это склонные к мистицизму немцы прозвали танк джис пенст что в переводе означает призрак как назывался набор духов выпущенный к фестивалю молодежи и студентов в 1957 году в ссср был выпущен набор духов за мир и дружбу в него входило пять самых популярных в те времена ароматов манон огни москвы 8 марта красная москва и щит кто по изначальному сюжету должен быть главным героем в фильме джентльмены удачи вместо директора детского сада идею фильма подсказал известный сценарист валентин ежов но изначально сюжет был совершенно другим добрый и мудрый сотрудник милиции силой убеждения перевоспитывал бандитов но высшему милицейскому начальству эта задумка не понравилась в итоге главным героем стал директор детского сада а его близнецом в преступном мире рецидивист по кличке доцент почему в кадре фильма 17 мгновений весны когда штирлиц рисовал картинки не его руки когда штирлиц на экране рисовал картинки в кадре крупным планом появлялись чужие руки дело все в том что у вячеслава тихонова на левой руке красуется отголосок бурной юности наколка слава гримеры старались ее скрыть но так ничего и не помогло если внимательно присматриваться то можно заметить что тихонов даже на общих планах старается скрыть тыльную сторону ладони от камеры и от зрителя так что свои руки штирлицу одолжил ассистент художника феликс ростовский в каком знаменитом фильме прозвучала песня русское поле песня русское поле была написана в 1968 году я нам фрэнкелем на стихи иный гоф специально для фильма новые приключения неуловимых ян фрэнкель также написал музыку к песне погони какое событие стали назвал великий перелом великий перелом выражение иосифа сталина которому он охарактеризовал начатую в конце 1920 в ссср политику форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства произошел отказ от политики нэпа и обозначен мобилизационный курс развития благодаря которому была решена стоявшая перед страной задачи индустриальной модернизации под каким названием в финляндии вышел советский комедийный фильм 3 плюс 2 очень часто иностранные фильмы в советском прокате выходили совсем под другими названиями нежели чем в оригинале однако на этот раз случилось обратное с фильмом 3 плюс 2 в финляндии фильм вышел под названием как укротить мужчину на энкоси тетаан майки почему черно-белый фильм 1925 года броненосец потемкин считается первым цветным фильмом в ссср броненосец потемкин снятый эзенштейном в 1925 году по праву можно считать первым цветным фильмом в ссср однако цветной там лишь флаг корабля который он самолично и раскрасил на готовой пленке сколько лет было юный героиня фильма золушка 1947 года на момент съемок фильма оказывается самые главные актеры кинофильма золушка далеко не такие юные как в книге принц и принцесса на момент съемок енини жейма было уже 38 лет а ее коллеги алексею консовскому 35 лет сколько в 70-х 80-х годах стоило накрутить волосы на бегуди в советской парикмахерской а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео цены в советских парикмахерских были очень демократичными как на периферии так и в столице так сделать обычную завивку на бегуди стоило 80 копеек а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего оно используется а а а а что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.